МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в центре внимания. Идея появления в городе вот таких мозаичных панно принадлежит Виктору Фёдоровичу Новокшенову. Город его не забудет. Виктор Фёдорович, безусловно, лидер. Об этом очень много сказано. Но рядом с ними всегда шли люди, которые разделяли его инициативы. Память-то, она должна визуализироваться. Люди должны просто... Действительно, дети бегая, они начинают воспринимать, они помнят историю своего города. Они помнят о тех людях, которые стояли в истоках. Действительно, прошли через тяжелейшие испытания, сложнейшие жизни. Как солнечный удар, что называется, была постановка задачи перед нами. Такие люди, как Виктор Фёдорович, рождаются единочными. Вот всё. Вот ну нет. Ну нет больше. Ну нет. Иногда задумываюсь, какой же кульбой реально, каким великим был человеком мой отец. Если, думайте, прошло треть века, треть столетия, как его нет с нами. И память о нём остаётся в сердцах двума людей. В Ангарске открыли памятник первому руководителю АИХК, поистине народному директору Виктору Фёдоровичу Новокшенову. Сегодняшний день, 24 июня, безусловно, войдёт в историю Ангарска. Здесь, в самом сердце парка «Современник» был установлен бюст человеку-легенде, поистине народному директору Виктору Фёдоровичу Новокшенову. Несмотря на ограничительные меры, в парке «Современник» многолюдно с самого утра. Под белой тканью кажется скрыта глыба, монумент. Такому же человеку. Клыбе, легенде Виктору Фёдоровичу Новокшенову. Кто-то из пришедших об открытии узнал случайно, кто-то проходил мимо. Но пройти не смог. Ведь первого директора Ангарского электролизно-химического комбината знали, если не сказать все, то многие. Благодаря Виктору Фёдоровичу. Отдал жизнь и деятельность своему родному комбинату, начиная с пустого места. Действительно вырос такой живой район. И действительно работал комбинат на благо не только города Ангарска, но и всей страны. Большой государственный человек. Город его не забудет. Ангарск. 1960 год. В городе в короткие сроки построен и запущен искусственный лёд. Это был первый искусственный лёд от Урала до Владивостока. Инициатором его стал Виктор Фёдорович Новокшенов. Именно он прописал шайбу в городе нефтехимиков. Дальновидно понимая, что у города с настоящей командой есть не только кубки и медали, но и огромная гордость за малую родину. Страсть и пьянящий вкус завоёванной победы. А значит, будущее. В 2015-м, к столетию со дня рождения Виктора Фёдоровича, Ледовому дворцу спорта Ермак было присвоено его имя. А на фасаде здания появилась мемориальная доска, где на чёрном граните высечены заслуги первого руководителя АЭХК, человека, который основал в ангарских хоккей. Идея присвоить имя основателя дворцу спорта принадлежала Виктору Шопену. По его словам, другой кандидатуры не было. Да и быть не могло. Ещё одна страница в истории, связанная с именем Виктора Новокшенова, строительство Дворца культуры современник, который был открыт 21 октября 1967 года, на следующий день после празднования десятилетия электролизно-химического комбината. «Здесь должны быть только лучшие кадры», – говорил на открытии Виктор Фёдорович. Его установки сбылись. Современники рождались яркие творческие коллективы. Появлялись интересные и талантливые руководители. Начиная с 90-х, ДК в квартальской части города стал одним из первых учреждений культуры в области, который самостоятельно, независимо от филармонии, стал приглашать к себе известных российских и зарубежных артистов. И, кстати, идея появления в городе вот таких мозаичных панно принадлежит Виктору Фёдоровичу Новокшенову. 16 картин украсили квартальскую часть города, кстати, которую в народе называют Новокшеновкой. И это стало своего рода музеем под открытым небом. В конце 60-х прошлого века первый директор АИХК задал группе молодых талантливых художников непростую задачу – расписать все торцы домов маслом или гуашью. Но останавливало работы только одно – недолговечность такой росписи. Тогда решено было использовать опыт московских коллег. Новая в те времена мозаика. В умелых руках художников заговорили камни, в поисках которых энтузиасты обследовали все бухты и пещеры Байкала. Ни один камень, использованный в работе, не был отшлифован и покрашен. Камни гармонично вписывались в панно благодаря своей естественной окраске. В ход шло всё, что было под ногами – галька, щебёнка, осколки цветного стекла, кусочки керамической плитки и кирпича. Так, на создание композиции «Декабристы» в Сибири ушло около 35 тысяч кусочков керамики. Вся мозаика состоит из 40 плит и почти 30 тысяч керамических осколков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея увековечить память Виктора Новокшенова впервые публично прозвучала в докладе мэра округа Сергея Петрова в апреле 2019 года. Инициативу поддержали ветераны Ангарского электролизного химического комбината, руководство предприятия и топливной компании ТВЭЛ. По словам главы территории, как-то странно получилось, что в нашем городе, которому в следующем году исполнится 70 лет, никто из выдающихся ангарчан не отмечен скульптурой, монументом. Я думаю, это связано с молодостью города. И когда мы живём, и те люди, ветераны, слава богу, ещё очень много здравий, живых свидетелей строительства города, этому не придаётся особого значения. Вот такое ощущение, что как бы, ну, это естественно, это всё рядом, это вот оно, какая память, какой памятник, мы и так всё знаем и помним. Но я столкнулся с тем как раз, что молодёжь, в общем-то, активная молодёжь, они очень мало об этом знают. И когда, да что там, вроде как, о чём, что на лакшенах. Действительно легендарный человек. И, наверное, мы сейчас исправляем очень серьёзную ошибку, которую, слава богу, мы не запустили. Что вот эта память-то, она должна визуализироваться. Люди должны просто... Действительно, дети бегая, они начинают воспринимать, они помнят историю своего города, они помнят о тех людях, которые стояли у истоков, действительно прошли через тяжелейшие испытания, сложнейшая жизнь. Человек фактически шёл по грани всю жизнь. Либо орден, либо тюрьма. Вот он балансировал на этом и имел мужество вот это всё преодолевать, воплощать. Хотя действительно мог закрыться в производственной коробке и быть хорошим производственником. Но человек такого полёта, его не могли даже вот эти лагерные нормы зажать. И вот то, что мы сегодня в городе видим. Масса объектов, на которых горожане сегодня... Для них, в общем-то, как так и надо. В водохранилище тоже, где тысячи людей отдыхают. Представление не имею, что благодаря этому человеку это же был технологический оборот воды. И он принял решение перекрыть и сделать, в общем-то, в производственном цикле такое регрессионное замечательное место. Вот я как раз, наверное, из тех, кто настоящий квартальский. Потому что я вырос здесь, жил и живу здесь. Поэтому для меня очень важно, что история нашего города на сегодняшний день воплощается в те дела, которые, в общем-то, и мэр, и ангарский электроизно-химический комбинат воплощает в реалии. Действительно, у нас много великих людей, которых мы знаем на всероссийском, на всесоюзном, мировом уровне. Виктор Федорович, ты, безусловно, лидер. Об этом очень много сказано. Но рядом с ними всегда шли люди, которые разделяли его инициативы, которые его поддерживали и которые реализовывали его задачи. О них тоже нужно вспоминать и помнить. В разработке проекта памятника лично принимал участие и генеральный директор АИХК Александр Дудин. Мы видим, как меняется наш город. Видим новую набережную, новый облик нашего Ленинградского проспекта, здание с его мамикой районе, фонтаны новые. Это все очень здорово и очень приятно. И когда мы на комбинате узнали об этой программе, которую инициировал Сергей Анатольевич, программу увековечивания наших великих людей, которые здесь жили, работали, мы были очень вдохновлены и поняли, и для себя посчитали, что действительно это правильная, нужная такая работа. А мы хотим еще показать и сделать, вот вы понимаете, зримый образ, зримый образ того, что мы являемся, что комбинат работает, и что мы действительно являемся по-настоящему продолжателями традиций наших основателей. Специально к открытию памятника из Москвы прилетел сын Виктора Федоровича Новокшинова Виктор Викторович. Иногда задумываюсь, какой же клубой реально, каким великим был человеком мой отец. Если вдумайтесь, прошло треть века, треть столетия, как его нет с нами. И память о нем остается в сердцах, в умах людей. И огромная благодарность всем тем, благодаря которым появилась возможность возникновения такого памятника в нашем городе. У меня низкий поклон, огромная-огромная благодарность тем, кто принимал участие в создании этого памяти. Почти 3,5 метра высотой. Бюст изготовлен из бронзы, постамент из гранита. Монумент отлит на Байкальском литейно-механическом заводе в Улан-Удэ. Над проектом работали два иркутских скульптора – Александр Виноградов и Александр Абрамов. Как солнечный удар, что называется, была постановка задачи перед нами администрацией, мэрией. Здесь был расчет какой. Я должен был сделать величину вот этого человека в том, как я это понимаю. Мэр, там, скажем, люди, те, кто вместе с ним работал. Они были соприкасаемы с ним, знали и понимали там, да, вот. Наша задача была сделать, как это должно восприниматься людьми, когда уже пройдет очень много лет. Очень-очень много лет, да. И вот, как бы, почему я и сделал достаточно большой пьедестал, и поднял его достаточно высоко, чтобы определить определенную планку, как он должен восприниматься людьми. Скажите, пожалуйста, насколько была сложная работа, насколько долго она потребовала времени? Да, где-то года, наверное, два мы на это в общей целости это потратили, да. Там было и просто, и сложно. В том смысле, что просто это понятен, что это, да, это достойно для того, чтобы это делать. Понятно, что это за герой нашего произведения, это очень понятно, да. Но сложность в том, как это сделать. Я же вот только что говорил, что могут быть миллионы разных вариантов, которые люди потом будут воспринимать на протяжении длительных времени. То есть, может быть, сто лет там, может быть, там желательно больше, да. По словам ветерана-электролизника Виталия Макаренко, который был лично знаком с Виктором Федоровичем, памятник удивительно точно передает не только внешность, но и характер легендарного человека. Сам Виталий Владимирович проработал на комбинате 50 лет. Вспоминает, как его молодого специалиста принимал на работу лично Виктор Федорович. С ним было работать очень хорошо, потому что он никогда не ругался, он никогда не повышал голос. Единственное, даже если авария какая-то, виновник, он подходил и говорил, знаешь что, ты виноват, но ты должен делать с этого вывода. И все. Я от него ни разу не слышал руганье. Вы знаете, для меня это праздник лично. И я на 100% уверен, что этот золотой фонд, как я назвал, которые работали 30, 40, 50 лет, они мои единые мышцы. Что этот памятник надо было поставить раньше. И многие, многие, ведь работало на комбинате более 9 тысяч работников. И 80% не дожили до настоящего времени. Поэтому мечта сбылась. Говорят про 9 мая. Праздник со слезами на глазах. И вот у нас мы действительно очень рады. Виталий Владимирович Макаренко сказал, что да, с трудностями связан был этот проект. И поэтому мы, в общем-то, действительно все очень рады. И надеемся, что мы, в общем-то, будем, весь наш совет ветеранов Ангарского электролизного комбината, значит, мы будем сюда и цветы возлагать, и будем какие-то мероприятия проводить. Мы жили здесь на страшных скоростях, в работе, споенной крепкой дружбой. И первыми держали в емкостях могучее и грозное оружие. Мы жили в неизвестных городах. Стихи, которые впоследствии стали песней, написал Виктор Федорович Новокшинов. Любовь Николаевна Крюкова проработала на комбинате более 30 лет. С теплотой и благодарностью вспоминает своего первого руководителя. Сегодня она поет в хоре ветеранов при Музее Победы «Беспокойные сердца». И именно песня на стихи Виктора Федоровича стала одной из самых любимых. Дважды мы ездили в Красноярск, и вот эта песня, что написал Виктор Федорович, «Неизвестные города», мы исполняли по просьбе зала три раза. И три раза зал вставал. Овации были такие на эту песню. Такие люди, как Виктор Федорович, рождаются едины. Вот все. Ну нет. Ну нет больше. Ну нет. Это единственный человек ветеранов, потому что, ну я не знаю, как сказать, настолько простой был, потому что еще познала его, когда только поступила на АГК работать, я по образованию, по специальности, по первой специальности строитель. И мы когда сдали каждой бригады на мастера золотые руки, кстати, Виктор Федорович нас в современнике награждал красными дипломами, и тогда, представьте себе, люстру или утюг, это был такой подарок, в те годы, в 60-е, да, вот, получила я подарок, вот, люстру. За свою трудовую деятельность Виктор Федорович Новокшенов был 12 раз отмечен государственными наградами. Он кавалер орденов, дважды Ленина, Октябрьской революции, трижды трудового красного знамени, красной звезды. Он много что сделал, и даже был основоположником пятидневной рабочей недели в стране. Но главным для него был комбинат. Он его строил и руководил им на протяжении 30 лет, до 1985 года. В 87-м Виктора Федоровича не стало. Когда откроют эти города, о них напишут не были и были, о нас, о нас вы вспомните тогда, вы в них работали, работали и жили. Мы, люди, сегодня живущие в Ангарске, не просто обязаны помнить. Мы не имеем права забыть тот вклад, который внес Виктор Федорович Новокшенов в Ангарске. И благодаря открытию и появлению памятников в нашем городе легендарным людям, можно быть уверенным, что память будет жить и в последующих поколениях. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok